Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Для родственников пассажирского микроавтобуса, который сегодня утром разбился в Украине, открыли горячую линию. 20 июля в 5.00 по местному времени в Николаевской области на трассе Киев-Одесса возле поселка Кривое озеро туравтобус с белорусами сообщением Одесса-Гомель врезался в фуру, которая остановилась на правой части дороги из-за неисправности. В машине находилось 17 пассажиров, трое в реанимации, девять попали в отделение хирургии. Пять человек, включая водителя, погибли. Люди возвращались домой после отдыха. Обстоятельства автокатастрофы сейчас выясняются. Известно лишь, что водитель туристического автобуса столкнулся с грузовиком по ходу движения. Для родственников пассажиров открыта горячая линия, номер телефона которой сейчас на экране. Посольство Беларуси в Украине находится в контакте с местными властями и полицией. Принимаются все необходимые меры. Уже известно, что водитель, выполнявший рейс Одесса-Гомель, представлял компанию, которая осуществляет нерегулярные перевозки пассажиров и, по предварительным данным, был ее владельцем. Сотрудники Светлогорского районного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту гибели 12-летней девочки во время купания. Она утонула в неохраняемом водоеме, когда находилась там вместе со своими подружками. На отдых к озеру девочек привез дедушка погибшей. Как сообщают в Следственном комитете, оставил детей без присмотра у берега, а сам вернулся в салон своего автомобиля. Именно в этот момент его внучка вместе с 9-летней подружкой решили зайти в водоем поглубже. Услышав крики детей, мужчина прибежал на помощь. Одну из утопающих он успел спасти, а свою внучку нет. При этом на потерпевшей был спасательный жилет, но из-за несоответствующих размеров в момент погружения под воду он просто соскочил с тела девочки. Светлогорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели 12-летней девочки. Следователи устанавливают причины и условия, которые привели к трагедии, в том числе принадлежность этого водоема. Также осуществляется сбор характеризующего материала на семью погибшей. Известно, что она воспитывалась отцом, бабушкой и дедушкой, так как мать ранее скончалась. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok